Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию разговор нашего заведующего юмористическим сектором Герпеса Адольфовича. Сразу скажу, Герпес Адольфович сейчас в последнее время не общается, и это не мешает нам, в общем-то, выкладывать ролики с его участием. Послушайте, из архива мы достали, потому что видим, что просмотры притормозились на этом ролике. В связи с тем, что он достаточно низко опустился уже с точки зрения очередности на канале, в хорошем смысле слова, и мы решили взбодрить эту ситуацию, как мы делаем регулярно. Послушайте, посмотрите, Ренессанс Кредит, Герпес Адольфович, как он потешно с ситуацией разбирается, и вот с этой вот девочкой несчастной разговаривает. Ну, и, конечно же, лайки, комментарии, подписывайтесь на наш канал. А для тех, кто не понимает, что у кого не состыковываются понятия, как это так, юридическая помощь, и вот такой юмористический канал, действительно, мы в формате серьезных решений работаем, и действительно, уже помогли ни одной сотне людей действиями, а не словами, не советами, а реальным, собственно, участием в их кредитных проблемах, и, собственно, превратили эти проблемы вообще, как говорится, в несуществующую ситуацию. То есть, создали, помогли создать условия, когда банку, кредитору, любому выгодно отказаться от претензий. Как мы это делаем, вы можете узнать, пройдя на наш сайт, ссылочка есть у нас в описании ролика, и там видео выложено, как устроена наша работа. Посмотрите, если вам нужна защита профессионалов, можете оставить заявочку, мы вам перезвоним. Ну, а сейчас слушаем Герпеса Адольфовича и очередной его шедевр. Поехали. Веселого всем настроения, друзья. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей Александрович, а вы услышите? Я вас внимательно слушаю. Я представляю интересы банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Шевченко Карина Игоревна. Звоню вам по вопросу о оплате кредиторской задолженности по вашей кредитной акции, Алексей Александрович. У вас более 119 дней отсутствует оплата по вашему счету. Вы можете пояснить, в чем причина, по которой вы платежи не производите? Барышни, сколько можно пояснять вашим коллегам? Вы там соберитесь на утренней планерке, летучке, что там у вас? И спросите, что по моей першоне он мне объясняет. Я же объяснял уже много миллионов раз. Да, в 8 раз говорили, 26 ноября, что у вас возникли финансовые сложности с оплатой. Какие финансовые проблемы у вас? А что это, каким-то образом, если я до вас донесу информацию, каким-то образом изменит ваше отношение к ситуации? Вы можете на вопрос ответить, почему вы уклоняетесь от ответа? Скажите, пожалуйста. Как это, уклоняюсь от ответа? Миллион раз уже я объяснил этот ответ. Я что, вам попугай, птица такая? Нет, сейчас вы ничего пока что не объяснили. Да и кто вы такая? Вы там что и собрались там? Приближенный Владимир Владимирович Путин, чтобы я вам по 100 раз... Я должен, как попугай, вам рассказать по 150 раз, помимо того, что я отправил всю информацию в банк в письменном виде. Что вам еще надо? Кто вы такие, чтобы я вам отчитывался в конференцах? Помимо того, что вы отправили обращение в письменном виде, обязаны вам взаимодействовать с банком в режиме телефонного переговора. Я не против взаимодействия, но всякой глупостью заниматься, это не взаимодействие. Это какой-то, извините, мастурбация какая-то. Вы считаете, что вы не оплачиваете, банк не обязан с вас требовать возврата долга. Я правильно вас понимаю? Причем здесь требования долга. Просто мне звонят всякие проходимцы и пытаются одну и ту же информацию по 100 раз получить. В банк наставание статьи 811 гражданского кодекса российской федерации выставил... Я вам все уже рассказал, взаимодеятели вы. Зачем вы одну и ту же вопросы мне задаете? Одни и те же вопросы... Вы что там, бестолковые? Вы все собрались, скажите, пожалуйста. Вам мало того, что я в письменном виде? Алексей Александрович, не пустите, сумма составляет 72 тысяч 28 рублей. Ну, хорошо, я знаю, да. 1 октября вам необходимо произвести оплату данной суммы. Ну? Вы готовы решить вопрос в добровольном рамках банка? А что такое добровольное, скажите, пожалуйста? Чем этот способ отличается от какого-то недобровольного? Какие вы намерены недобровольные методы применять ко мне? Отвечаю на ваш вопрос. Если вы оплату не производите в рамках банка, в данной ситуации на основании уже подписанного анно-кредитного договора, банк праве рассматривает ситуацию, включив ваши фамилии в реестр неплательщиков для взыскания задолженности, уже в порядке приказного производства. По какому производству прослушал дикция у вас не очень хорошая? В порядке приказного производства. Это что значит? Приказы вы что, в армии приказы мне раздавать будете? Или, может, вы имели в виду судебно приказное производство? Послушайте, пожалуйста, почему вы сейчас не отвечаете на... Так вы корректно выражаете, что за приказное производство? Я сразу на ходу ловлю ваши речевые ляпы. Алексей Александрович, что такое приказное производство? Производство, производство. Я вам объясняю, вы не слушаете. Еще раз говорю, дослушайте до конца. Документы ваши подаются в суд. Мировой судья в течение пяти дней выносит решение. Далее уже по решению мирового судья вы будете содручивать с федеральной службой судебных приставов. Это вы сейчас на судебный приказы приждите мне, да? Достаточно большими переплатами. Вы, пожалуйста, не спряйтесь к словам, а, пожалуйста, слушайте то, что вы говорите. Подождите. Вы мне официально заявляете о судебном приказе, не понимая вообще сути происходящего. Я вам напомню. А вы понимаете сути происходящего, что вы нарушаете? Сейчас с вами разговариваете. Хорошо. Почему вы позволяете себе тогда, если вы знаете закон, знаете все замечательно, почему вы позволяете себе нарушать законодательство? Потому что я знаю закон. Я знаю, что в формате гражданского производства все конфликты должны ищаться не исключительно в суде. А вам это прилипит? Да я знаю все про законодательство лучше из самых ваших высших юристов. У вас их, кстати, там нет вообще. Алексей Александрович, завтра вы решаете вопрос с погашением кредиторской задолженности? Нахрена? Я думал это сделать, но после 20-го звонка от вас я решил, что там одни дилетанты работают. Можно вставить банк ультиматум Алексея Александровича? Я вам задаю вопрос, на который требуется определенность. Я вам отвечаю со всей определенностью, душа моя. В связи с тем, на вашем предприятии, на этом производстве работают одни бездари, ничего не понимающие. Я сделал для себя выводы. Я отказываюсь с вами взаимодействовать. Я сейчас с вашими словами говорю. Взаимодействовать вообще. Если вам что-то не нравится в моих действиях, пожалуйста, подавайте на меня в суд. В порядке судебно-приказного производства, в порядке искового производства. Меня это не пугает. Я напомню, я кандидат юридических наук. И только не пытайтесь... Почему вы кандидат юридических наук, позволяете себе нарушать закон, Алексей Александрович? Где нарушение закона? Это вы так решаете. В нормальном фактике, если две стороны заключили договор, и одна из этих сторон разглядела... Договор пестрить нарушениями, вы в первую очередь нарушаете законодательство. Подождите мне, пожалуйста, каким образом банк нарушает закон, скажите мне? Потому что договор ваши липовые юристи составили вопреки действующему закону. Где указано, что он липовый? Алексей Александрович, докажите, где указано, что он липовый? Да там пунктов много. Вы знаете, 452 статья... Ну хорошо. И конкретно любой договор, составленный в большей либо меньшей степени вопреки действующему законодательству, во всей части, либо в части пунктов, автоматически в суде может быть признан незаключенным или ничтоженным. На основании этой статьи я нашел очень много путев. Алексей Александрович, я не вижу смысла с вами спорить, я вас предупредила, а дальнейшую здесь... В смысла с вами спорить, у вас нет и никогда не появится, потому что ваше образование, отсутствие, вернее, вашего образования, полностью исключает этот вариант. Максимум до 3 декабря банк готов дать на время мне степен. Вы погремушка, бестолковая погремушка. Внутри вас нет ничего, ни одной своей мысли. Я вам рекомендую уйти к чему-то поймать из этой работы и заняться делом каким-нибудь.